Лидером общего зачёта Беренгея-2017 стал Валентин Левковский. Об этом сообщили в оргкомитете гонки. Следом за ним в списке финалистов идут Андрей Семашкин и Евгений Кутынковав. Знаменитая гонка во вторник финишировала в Усть-Камчатске. До финиша благополучно добрались все 14 каюров. Позади у них полторы тысячи километров пути. По словам Валентина Левковского, победа им удалась непросто. Трасса была очень тяжёлая, собаки уставали и выбивались из сил. Гонка была в этом году, 17-й год, очень тяжёлая. Снег был такой рыхлый, тяжко. Самым сложным, первый этап, когда мы стартовали в Харе за 10-15 километров, было очень тяжело. Там такого столько снега было. Трабаки по субботу, не тяжко им было. Да, погода такая была. Трасса, если бы крепкая была бы, они бы шли бы, ещё бы столько же прошли. У меня самое сложное, да, это Беренгея была. Трабачки нормальные, бегут, бегут или есть. Ну, для этого я их и тренировал, чтобы они такой промежуток у меня прибежали. Ну, я пришёл первым, второй Семашкин, третий Кутенкова. Ну, у меня разрыв где-то два часа с чем-то от второго места. В Усть-Камчатские каюры начали финишировать примерно в 15.30. Их встретили народными гуляниями, посвящёнными завершению Беренгии. После того, как все прибыли, участников гонки пригласили на главную сцену, где все желающие могли с ними пообщаться, расспросить о прошедшей гонке, а также сделать селфи с собаками. Торжественное закрытие Беренгии-2017 намечено на среду. Тогда же состоится официальная церемония награждения победителей. В Усть-Камчатске пройдёт большая развлекательная программа с участием экс-солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной. Напомним, маршрут Беренгии-2017 стал одним из самых протяжённых за последние 15 лет. По данным организаторов, призовой фонд составил 8,5 миллионов рублей. Из них 6 миллионов – это выигрыш за первые три места. Ещё полтора миллиона рублей распределят между теми, кто занял четвёртое и последующие места. Один миллион предназначен победителю номинации «За верность традициям Севера».